Мордовские языки это общая характеристика группы, а про каждый из двух языков я отдельно сделаю клип. Мне говорили, что носители не любят слово мордва, но вот оно научно употребляется, поэтому я употребляю. Мой источник феоктистов, статья из языков мира в данном случае. И источник мой указывает, что слово мордия или морденс употреблялось еще византийцами. От них оно было усвоено русскими и также по Западной Европе разошлось. В то же время это иранское слово, то есть март-мужчина по-таджикски до сих пор. То есть оно не является самоназванием ни одного из этих двух народов. Реально имеется два народа родственных Мокша и Эрзя. И вот они так себя называются. Слова типа мордва, мордовский народ, оно в эти языки проникло, то есть из русского языка. То есть у них никогда не было такого слова мордва, они никогда себя так не называли. Вот в этом проблема. Их так, видимо, называли иранцы и усвоили по всем западным языкам через Византию это слово. Вот, видимо, поэтому они этим недовольны, потому что это не самоназвание. Но как группа все равно они, в общем, так называются официально, поэтому так будет лип называться. Согласно различным советским переписям населения, только 30% представителей этих народов жило непосредственно в Мордовии, а остальные были разбросаны по всему СССР, что, в общем, характерно и для татар. Порядка 70% из них знало язык в 89-м году. Сейчас не знаю, какое положение. Ну, в моем источнике написано, что носители считают себя одним народом, то есть считают, что есть два письменно-литературных языка, макшанский и эрзянский, а народ Мардва един. Насколько реально они так считают, это, в общем, у них нужно спросить. Может быть, тут когда-нибудь откомментируют под этим клипом. Численность населения 1 150 000 человек в 89-м году было и 800 000 мордвы по данным Википедии 2010-й год перепись. То есть численность, получается, сокращается. Владение языком оценивали 80-70%. Свободное владение как раз в СССР. Сейчас не знаю, насколько. Ну, естественно, в основном двуязычие характерно в современных условиях. То есть знают русский и один из мордовских языков. Как и марийский язык, это волжско-финская группа. Волжско-финская группа отличается влиянием тюркских языков, что характерно и для мордовских языков. В то же время они сохранили сильные качества уральских языков в целом. Допустим, нету приставок, нету рода и так далее. Вот особенности именно мордовских языков. Постпозитивные артикли, я точно могу сказать, это северорусские диалекты, которые я считаю северорусским языком и мои соратники. Там это явление процветает и, вероятно, попало оттуда в мордовские языки, так как северорусские диалекты широко распространены в Поволжье. Широко известно о конье Поволжское, это северорусское. Наличие двух типов спряжения, я пока не могу оценить, нужно посмотреть, что это такое. Наличие суффиксов сказуемости, это тюркская черта. То есть вот первая черта, вероятно, северорусская, третья черта, вероятно, тюркская, а вторую я не оцениваю. Мой источник утверждает, что мордовские языки близки между собой, примерно как восточнославянский, это значит, что они сильно отличаются, потому что русский от украинского отличается процентов так на 30. Но я не знаю, насколько господин Феоктистов знает украинский, чтобы сравнивать. Далее он говорит, что в основном примерно та же грамматика, большое количество слов, лексики единой. Распад на два языка примерно начало второго тысячелетия нашей эры, то есть примерно тысячу лет назад распалось на два языка. Также приводит ряд примеров различий, которые лучше характеризовать, когда уже конкретно на этих языков дойдут, там посмотрим конкретные различия. Фонетика в основном финно-угурская общая с некоторыми особенностями. Вот характеристика заимствований словарей. То есть в основном словарь тоже финно-угурский, с местным уже развитием его. Вот заимствования. Есть значительно иранских, и само вот это название, которых не применяют, оно иранское, то есть там влияние какое-то иранцев было, видимо. Есть некоторое количество балтийских, тоже не совсем понятно откуда, то ли балты до туда доходили, то ли они до балтов. Очень много тюркских, это неудивительно, потому что вообще вся волжско-финская группа под влиянием тюркских находится. Есть древнерусские и естественно современные языки под сильным влиянием русского. Вот общая характеристика мордовских. Субтитры создавал DimaTorzok